Алла Аддин Тикеш, Абул Музафар Тикеш, Харизм Шах из Агуза туркменского племени Бегдили, рода Ануш Тегинов, сын Харизм Шаха и Ларсла направил с 1172 по 1200 годы. Турецкий востоковед Кафе Соглу предположил, что Ануш Тегиниды, родом из Афганистана, провинция Горчаи, были чигильского или халатшского происхождения, в то время как востоковед Зеве Таган выдвинул точку зрения, что они принадлежали к кепчакскому, к англинскому или уйгурскому племени. При жизни отца Тикеш был правителем крупного города Джинда, располагавшегося в Низовьях Сардарии. После смерти и Ларсла на престол занял младший брат Тикеша Султан Шах, но Тикеш отказался признать власть брата и обратился за помощью к исконным врагам Харизм Шахов, Каракитаем, пообещав им ежегодную дань. С их помощью Тикешу удалось сместить брата и занять трон Харизма. Придя к власти, он приказал умертвить свою мать Чехутер Кенхатун, титул главной жены уряда тюркских правителей, поддерживавшую Султан Шаха. Самому же Султан Шаху удалось скрыться и еще в течение 20 лет тот оспаривал право на власть. Лишь после смерти Султан Шаха в 1193 году Тикеш смог окончательно присоединить к Харизму Мерв и Серахс в 1193. Кроме того, стремясь избавиться от вассальной зависимости от Каракитаев, Тикеш совершил несколько походов на Маверонахор. В 1176 году он покорил Южный Харасан, а правитель Агура попытался, впрочем, безуспешно, сделать своим вассалом. В 1187 году Харизм Шах взял Нишапур, в 1192 году – Эй, а через два года захватил Персидский Ирак. В 1194 году Тикеш разбил войска западно-сельджукского Султана Рукнаддина Тагрула-3, а в 1196 году – аббасидского халифа Анна-Сиру. Таким образом, в период правления Шахатики Шахаризм стал одним из самых могущественных государств в Центральной Азии. Его владение простиралось от Аральского моря и Низовья в Сырдарью и до Загроса, включая Джент, Мангышлак, собственно Харизм, Харасан и Персидский Ирак. За время своего правления он сумел увеличить территории Харизма вдвое, хотя государство не было прочным, оставалось вассалом кара Китаев и платило им дань. Кроме всего прочего, сохранились также сведения о библиотеке, основанной Тикешем. После смерти Харизм Шахатики Ша на престол вступил его младший сын Алла-1 Мухаммед, еще больше расширивший владение Харизма. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.